Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить немного с нами поближе и с нашим каналом. Я буду это рассказывать одна, так как мы, конечно, когда гуляем, попадаемся на камеру вместе, но перед камерой сидеть — это не каждому дано и чего-то рассказывать. Так, начнём, в общем, с нас. Меня зовут Настя, мне 33 года, мой муж Денис, ему 34, знакомы мы ещё со школы, и так уже дружим 19 лет, нам было по 14 лет, когда мы познакомились. У нас трое детей, и живём мы около Швебешаль, в маленьком городке Фельдберг. Мы здесь живём одни, у нас все родители, все родственники, можно так сказать, живут 125 километров от нас, в городе Форцхайм. Мы сами тоже оттуда. Там мы познакомились, там мы учились, и в юные 18 лет мы уехали. Ну и за учёбу уехали в город Швебешаль. Денис, он родился в Берёзовке, это около Барнаула, недалеко. Он тоже приехал сюда ребёнком, они приехали в 96 году, а мы, я уже снимала видео, приехали в 95 году в Германию, и я родилась в городе Аркалык в Казахстане. Ну это если кому интересно, можете посмотреть то видео, которое я уже снимала. Живём мы в Фельдберге уже семь с половиной года, когда я училась с 2005 года здесь, в Швебешаль. Ну мы тоже жили здесь, но потом, когда у нас родился первый сын, мы вернулись на какое-то время опять назад в Форцхайм. Там мы прожили, я сейчас скажу, три года мы прожили примерно в Форцхайм, а потом уже надо было задумываться, где мы всё-таки будем останавливаться, так как уже второй ребёнок у нас рос, и я думала, что немного погодя, надо будет опять выходить работать. Мы вернулись назад сюда. Здесь мы сначала жили в квартире в съёмной, это отдельная история. Очень тяжело здесь было вообще найти квартиру с детьми, я подчёркиваю с детьми, потому что правда с детьми здесь и тяжело найти квартиру. Ну, а этой истории, если интересно будет, я могу рассказать отдельно. В общем, мы прожили примерно год в съёмной квартире, а потом мы купили себе дом. Вот теперь мы живём уже семь с половиной года в доме, у нас здесь я родилась потом дочь, наш третий ребёнок. И вот с тех пор мы тут абсолютно одни. Ну, конечно, к нам приезжают часто родители, и также мы ездим часто туда. Для нас это не расстояние, то есть это час езды. Что я хотела ещё рассказать про наш канал. На этом канале вы увидите, в основном, конечно, была затея прогулок наших, потому что нам не сидится дома, мы любим ездить. У нас папа бы вообще из машины не вылазил, поэтому он и поддерживает это всё, этот канал, чтобы я занималась этим, потому что он как бы водитель, он заводила, он будет нас везде возить. А я чтобы снимала и показывала, потому что мне это нравится, вот. Ну, судьба немного, конечно, сейчас у всех сложилась по-другому. Мы открыли этот канал год тому назад, было ещё всё нормально, а потом как бы ещё мы успели немного чего повидать, и в отпуске побыли, и везде. Но вы сами знаете насчёт пандемии, что многое ещё закрылось. Все немного уже притихли, с прогулками встаёт всё меньше и меньше. Ну, я думаю, что всё-таки когда-то это всё закончится, и начнётся опять нормальная жизнь, и мы опять будем также ездить, путешествовать, показывать наши красоты. Как вы знаете, в Германии всё-таки насчёт крепости, замков, очень много чего есть показать. Нам это очень интересно, ну и также, конечно, природа. В общем, всё насчёт прогулок. Мы ездим всегда, конечно, всем табором с нашими тремя детьми. Поэтому с радостью, конечно, поделимся с вами нашим опытом, где хорошо с детьми проводить время. Как и бесплатно, так и платно. Можем поделиться ценами и так далее. Поэтому будем, конечно, рады, если вы присоединитесь к нам. Ну, а сейчас немного контент сменился. Всегда это так не будет, я хочу сразу сказать, потому что мы всё-таки не будем снимать много личного. Ну, а пока я буду с удовольствием с вами делиться, чем я ещё занимаюсь. Как вы уже видели в других видео, может быть, я делаю сама себе ногти. Немного буду делиться девчачьим чем-нибудь. Или перед Рождеством, сейчас я скоро буду делать кое-что своими руками. И постараюсь вам, конечно, тоже снять это всё на видео и показать. Да, что я ещё хотела рассказать. Ну, я про работу так не буду рассказывать, где мы работаем и всякое такое. Потому что я думаю, это даже и нельзя. Мы работаем оба. Дениска работает, конечно, на полный день. Он работает в две смены. А я работаю полдня на 50%. Сейчас я работаю из дома. Потому что у меня профессия другая. За компьютером. Ну и нас сейчас распустили всех домой. Мне даже это уже понравилось. Я даже себе не представляю, как я буду потом работать опять там. Я всё-таки не трачу время на езду. И легче как-то всё-таки спланировать дома. Даже если кто-то приболел, можно дома оставить. И всё равно дальше работать. Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы. Вот. Ну, пока мне с меня больше ничего так в голову не пришло. Если ещё какие-то вопросы есть, конечно, можете задавать. Если не будет сильно лично, мы ответим. На этом буду прощаться. Не болейте. Берегите себя и своих близких. Проводите как можно больше времени с друг другом. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok